Пожалуйста, попросите консультантов, обратитесь к клиентам и скажите, если это сигнал «да», пожалуйста, усилий его. Лена, так а мы же части еще не определили. Вы определили поведение, которое вы видите? Да. На этом этапе, вы обращаешься и говорите. Олег, обратись, пожалуйста, внутрь себя и спроси, на каком или человек, который отвечает за это поведение, общаться с тобой на сознательном уровне? Ничего не нужно. Просто слушай его, обращаешься внутрь себя и наблюдаешься. Давай. Какой-нибудь сигнал будет у тебя? Проделайте это еще раз. Ты посмотри, и ты за собой понаблюдаешь, какой у тебя это сигнал. Если этот ответ «да», то он усилился. Но прежде нужно попросить. Получилось? У кого части будут общаться на сознательном уровне? Да. Хорошо. Остальным будет интереснее. Если человек встретит председательный вопрос, он на самом деле будет с вами отвечать, что да, он с ним не общается. То есть он не определяет сигнал, то, что это будет. Ты заметил какой-то сигнал еще? По калибровке? Да, по калибровке. Ты попросил, пожалуйста, усилий сигнал, если это ответ «да». Он усилился, этот сигнал? Да, он усилился. Значит, мне на калибровку больше нет. Да. Ты больше на калибровку. Он тебе может не сообщать, что он там видит, внутри себя не чувствует. Хотя, конечно, иногда полезно сообщить там с ультам. Это же красивый сигнал появился в яркий сигнал. Вот. Так. Послушай. Очень важно. Попросили усилить сигнал, появился другой. О чем это говорит? Это может быть много вариантов. Сейчас в таких случаях лучше попросить, пусть, если это какая-то другая часть вас сигнализирует, или много сигналов, пожалуйста, дождись конца техщиков, обратиться к клиенту, сказать, «пожалуйста, пусть обратись внутри себя, к своей части, пусть она дождется конца техники, и выберите себе какой-то один сигнал для подавания знаков». Мы убираем лишние сигналы, потому что мы можем их подавать, нам нужен один. Как имеется. Дальше это моя жена сделана в основном. По ложке чистика позиции только одна ello тоже, что то еще одно…